Здравствуйте, Наталья Анатольевна. У нас продолжает свою работу горячая линия, и мы продолжаем принимать вопросы в социальных сетях нашего учреждения. И хотели бы попросить вас ответить на ряд вопросов для наших пациентов. Первый вопрос. Почему я должен лечить туберкулез в стационаре, и мне нельзя таблетки дать с собой на месяц? Добрый день. Это действительно один из, наверное, самых часто задаваемых вопросов. Пациенту, правда, удобно прийти, получить таблетки, принимать их дома, принимать, когда он хочет. Но, к сожалению, лечение туберкулеза требует некой дисциплины. И разберем пару аспектов, почему этого делать нельзя. Первый – это, скажем, рассмотрим с точки зрения пациента его здоровье. Терапия довольно тяжелая. Не у всех возникают побочные явления. Их абсолютно не надо бояться. И все вот эти нежелательные явления терапии, они врачами в большинстве случаев очень легко контролируются. Однако они возникают. Это факт. Лечение нужно контролировать, нужно отслеживать состояние здоровья пациента на момент поступления и непосредственно в определенных, ну, скажем, интервалах, в определенных точках, когда он эту терапию получает. Если такого производиться не будет, то доктор может упустить очень важный момент для здоровья человека. Он не сможет что-то вовремя проконтролировать. То есть, находясь в круглосуточном стационаре, ну, можно сказать, да, что лечащий врач, он держит руку на пульсе, он всегда в курсе здоровья пациента, что с ним происходит. Это очень важно в интенсивную фазу, когда идет, ну, скажем, первая адаптация вот этой вот терапии. Второй момент, он, его можно назвать социальным. То есть, если мы говорим про пациентов с бактериовыделителями, с бактериовыделением, то понятное дело, что такой человек, он может представлять непосредственно угрозу для своего ближайшего окружения. И, обеспечив ему пребывание в стационаре, мы не только помогаем пациенту, но и помогаем, например, его семье, его друзьям, его близким людям. То есть, как только, например, бактериовыделение прекращается, да, мы в этом достоверно убеждены. Обычно это происходит уже к концу интенсивной фазы. Пациента можно переводить, да, там, на фазу продолжения в определенные сроки. И когда человек находится в стационаре, то есть, это не только контроль, мониторинг его здоровья, но и мониторинг непосредственно бактериовыделения. Спасибо. Второй вопрос. Почему я должен принимать таблики, когда их приносит мне медсестра? Если я себя плохо чувствую или, там, я занят, не проснулся, я же могу их принять через пару часов, то есть, оставить на тумбочке и принять тогда, когда я поем, я освобожусь, я умоюсь, приму душ. Почему именно нужно принимать таблетки тогда, когда их приносит медперсонал? Это можно выделить даже как третий аспект первого вопроса, о котором мы сейчас говорили, почему необходимо круглосуточное пребывание в стационаре. Есть лекарственные препараты, для которых нету строгих критерий приема. То есть, человек действительно может их принимать тогда, когда ему удобно. К сожалению, антибактериальные терапии, противотуберкулезные препараты, они требуют очень строгого контроля, очень строгого самоконтроля. И это один из пунктов, почему нельзя просто дать пациенту таблетки, его отпустить. Потому что, действительно, это факт, не каждому человеку это удобно. Есть люди по разным причинам, которым сложно контролировать прием препаратов. Можно просто банально забыть, как говорится, человеческий фактор, от него никто не застрахован. Когда приносят препараты медсестра, она их приносит, скажем, с назначением лечащего врача. То есть, определенные препараты, их надо принимать в определенное время, с определенным интервалом. Для того, чтобы в крови постоянно поддерживалась необходимая концентрация. Если препараты принимать хаотично, если прерывать, пропускать дозы, принимать не все таблетки, то в крови не соблюдать этой концентрации и бактерии, у нее повышенный риск вырвать просто устойчивость к этой терапии. Особенно это важно для пациентов с лекарственным чувствительным туберкулезом. Поэтому строгий прием в определенное время, он именно повышает эффективность терапии. Спасибо. Третий вопрос. Если я пролечился в больнице некоторое время, и мне стало легче, почему нельзя продолжить лечение амбулаторно? Приходить в диспансеры, получать таблетки и принимать их дома. Зачем быть ограниченным стенами стационара? Это можно, но это называется фаза продолжения. То есть по истечении определенного срока длительность лечения туберкулеза, она, конечно, очень большая. Наверное, сложно себе представить вот и другое заболевание, где надо вот столько долго его лечить с такими, можно сказать, трудными требованиями. Однако лечение делится на две фазы. Фаза интенсивная, о которой мы говорили ранее, вот та, которая в стационаре. И фаза продолжения, когда принимается меньшее количество препаратов, и действительно это можно делать амбулаторно. То есть приходить, принимать таблетки, принимать их дома. Но за время нахождения пациента в стационаре это недопустимо. Нужен контроль постоянно за состоянием здоровья. Нужно убедиться, что не возникнет никаких дополнительных проблем. Надо контролировать, а ведь помимо туберкулеза есть и другие заболевания, которые могут на фоне туберкулеза, их течение может ухудшаться. То есть это контроль не только за основной болезнью, но и за сопутствующей. И в совокупности целый этот ряд факторов, он в первую очередь для здоровья пациента, он недопустим. То есть когда человек идет на лечение, он должен осознавать, что все эти меры, они делаются не для удобства кого-либо, а для сохранения здоровья пациента. Для того, чтобы вот этот большой курс, он был не зря, чтобы можно было по истечению срока интенсивной фазы спокойно выписать на фазу продолжения, чтобы не приходилось переназначать курсы. И вот, ну, чтобы не было просто вот этих вот бесконечных пациентов. Если переназначать курс, он будет менее эффективным, конечно. Конечно, конечно. Да, поэтому пациенту надо напираться, да, действительно, это большая сила воли, то есть это все выдержит, но это реально. А если возникают какие-то проблемы, там, ну, социальный, какой-то характер, у нас работает социальная служба, вот, все проблемы решаемые, их надо не бояться обсуждая с лечащим врачом, не бояться обращаться с работником, к психологам, то есть в совокупности все мы, конечно, можем помочь. Спасибо. И заключительный вопрос, почему меня отпускают домой по семейным делам? Оформить документы, зачем мне обращаться к соцработникам, если я могу съездить сам? Вот, не очень понятно, почему это невозможно сделать, какие-то короткие, может быть, домашние отпуска, либо просто отпускать меня по делам, я же вернусь, я же не собираюсь сбегать с лечения. Вот, почему врачи не разрешают уходить домой, решать какие-то свои дела? Опять вернемся к этому контролю за состоянием здоровья. Когда пациент находится в сопровождении социального работника, то если вдруг что-то случится, он может всегда соцработник оперативно и набрать лечащему врачу. Соцработник, он, скажем, у него есть та компетенция, которая позволяет вопросы решать быстро и четко. Это уменьшает время пребывания вне стационара, то есть вот это вот время пребывания без контроля. Если возникают какие-то вопросы, то есть социальный работник, он выступает в роли помощника, в первую очередь. И он облегчает очень многие вопросы, да, очень многие задачи. Поэтому это такое очень, ну, необходимо просто это. И, наверное, дополнение к последнему вопросу, коротко. Почему меня не отпускают в домашний отпуск? Вот помыться, постираться на пару-тройку дней. Почему нельзя этого делать на интенсивной фазе лечения? Потому что дома можно случиться все, что угодно. Потому что ответственность за здоровье, за жизнь пациента, не все, как бы лечащий врач, это очень важно. Потому что нет контроля за лечением, ну, за приемом лекарственных средств. И, ну, смоделируем ситуацию, да, мы отпустили пациента домой, он, там, три дня побыл, он три дня не принял препараты, ну, вот просто забыл, или, там, ну, действительно было плохо. И потом мы видим, там, по контрольным анализам, да, какое-то ухудшение. А с чем мы это будем потом связывать? Поэтому, когда идет интенсивная фаза, вот этот самый важный, наверное, этап лечения, самый начальный, может быть, где-то самый трудный, то именно соблюдение, постоянно присмотра, быть подконтрольным, является залогом, ну, и одним из факторов залога успеха лечения. Спасибо большое, Наталья Анатольевна, с вашего разрешения мы еще вернемся к вам. У нас еще есть вторая часть вопросов, и будем вам благодарны, если вы на них ответите. Спасибо, буду ждать.